Всем добрый день, друзья! На связи Денис Телегин. В своем прошлом видео я рассказывал о том, как поклеить на стены флитилиновые обои под покраску. Ну а в этом видео я расскажу о том, как эти обои покрасить. И первое, что нам надо сделать, это выбрать краску. Краска должна быть влагостойкой, чтобы можно было протереть какие-то незначительные нагрязнения влажной тряпкой. Краска должна быть механически стойкой на истирании. И краска должна быть паропроницаемой, чтобы под этой краской не скапливался конденсат и эта краска от стены не отошла. Итак, исходя из всего вышесказанного, наш дизайнер остановил свой выбор на итальянской краске фирмы Ойкос. Мы будем разводить ее водой согласно инструкции 20-25%. Причем лучше использовать дистиллированную воду или питьевую воду, купленную в магазине. Обычная вода из-под крана не подойдет, так как она содержит хлорку, которая негативно повлияет на саму краску и на цветовую гамму. Вдобавок ко всему, краска, разведенная водой из-под крана, очень быстро тухнет. Красить мы будем специальным аппаратом без воздушной покраски. Но перед тем, как мы приступим к работе, нам необходимо провести ряд подготовительных работ. Так как потолок у нас уже покрашен, то по всему периметру мы проклеим его специальной пленкой. Пленкой также мы заклеим окна, двери и розетки. Необходимо навести стерильную чистоту как в операционной, так как пыль с пола может легко в процессе покраски попасть на стены, а это уже будет не очень хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, мы покрасили стены аппаратом без воздушной покраски в два слоя. Первый день – это первый слой, и второй день – это второй слой. Но в этой квартире у нас есть комната, где одна стена красится в другой цвет – синий. Эту небольшую стену мы будем красить уже валиком. Ну а о том, какой валик лучше выбрать – это уже тема другого видео. На этом все. Смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал.